Расположить числа от 1 до 9, здесь от 1 до 21, это когда их 7 штук, а здесь вы уже догадались, от 1 до 27, чтобы в каждом столбце сумма была одна и так. Расставить числа от 1 до 9, чтобы во всех трех столбцах сумма была одна и так. Понятная задача? Да. Понятная. Вот давайте ее сделаем. Вперед. Давайте выходите. Я решила. Поздно. Уже пошла. Я решила. Ну. Это надо написать. Надо было написать. Все, спасибо, садитесь. Надо было написать, нажимая на бел. Ну, это я справлюсь. Давайте проверим. Так, это... Смотрите, здесь 15, здесь 15, и здесь тоже 15. Отлично. На самом деле, наверное, некоторые из вас даже знают, что можно было бы для таблицы 3 на 3 сделать более хитрую штуку. Не только во всех столбцах была бы одна и та же сумма, а можно было, чтобы и в строчках была тоже сумма 15, и даже на диагонали, на обеих, чтобы сумма тоже была 15. Давайте все-таки эту табличку тоже сделаем. Это, правда, не имеет никакого отношения к нашей задаче, но просто само по себе симпатично. И поэтому давайте это сделаем. Итак, повторяю. Есть таблица 3 на 3. Сделаем из нее, так называемый, магический квадрат 3 на 3. Что в нем магического, не знаю, но такое хорошее упражнение на альфметику. Надо заполнить числами, ну, как написано, да, там, от 1 до 9, от 1 до 12, от 1 до 31, или там до 27, чтобы во всех столбцах сумма была одна и та же. Какую таблицу сделала? Что с каждой диагонали. А, вот эту, левую, да? Вперед. Вот таблица, отлично. Давайте я просто перепишу с его тетрадки. Спасибо. Давайте нужно проверять. 15, 15, 15, 15, 15, тоже 15, 7, 8, 15. Слушайте, здорово. Все правильно. Все правильно. Действительно, такая ситуация. Можно даже доказать, что с точностью до поворотов и с точностью до отражения на диагонали, это единственная таблица размера 3 на 3. Это очень просто. Давайте я поясню. Немножко отступление, конечно, в сторону, но уж начали так начали. Представьте себе, что у нас есть таблица, и мы пока еще не знаем, как она заполнена числом. Смотрите, что можно тогда сделать. Можно сказать, что вообще-то всего чисел 9, и сумму всех чисел до 9 мы найти можем легко. Как проще всего? 1 плюс 9 это 10, 2 плюс 8, 3 плюс 7, 4 плюс 6, да, будет 45. Поскольку столбцов 3, то мы должны 45 разделить на 3. Получится 15. Значит, и на диагонали сумма должна быть 15, и в любом столбце, и в любой строке сумма должна быть 15. Теперь, смотрите, мы с вами можем понять, какое число обязательно находится в центре. Рассказываю как. Смотрите, вот берем эти три числа, вертикальный столбец, сумма 15. Согласны? Да. Замечательно. Берем диагональ, сумма 15. Берем вот так, сумма сколько? Да. Тоже 15. Замечательно. А теперь сложим и то, и то, и то. Когда мы складываем, давайте я буду рисовать, вот так, вот это будет 15. Когда мы складываем вот это 15, и когда мы складываем вот это вот 15, то смотрите, фактически у нас получилась строчка, а это сколько? Это 15. Еще одна строчка, это тоже 15. И три раза центральная. Получается замечательное уравнение. Посмотрите, 15 плюс 15 плюс 15, это 15 плюс 15, плюс утроенная вот эта клеточка. Ну, значит, понятно, когда вы 15 плюс 15 плюс 15, приравниваете 15 плюс 15, плюс утроенная клетка, значит, эта утроенная клетка, это самая утроенная пятерка. Значит, я уже знаю, что здесь стоит число 5. Заметьте, что здесь оно в примере тоже стоит. Теперь давайте рассуждать дальше. У нас есть числа, собственно, все, да, кроме пятерки. Возьмем какое-нибудь из них. Например, возьмем число 1. Что будет, если его поставить сюда? Интересно будет. Чтобы было 15, смотрите, 1 плюс 5, это сколько? Это 6. Значит, чтобы было 15, что здесь придется? 9. Здесь придется поставить число 9. Давайте думать, что с девяткой можно взять, чтобы сумма была равна числу 15. 6 нельзя, потому что если вы когда-то поставите 6, то рядом будет еще что-то, нельзя. 5 плюс 1 уже взяли. 4 плюс 2, это хорошо. А еще? 3 плюс 3. 3 плюс 3, конечно, замечательно, только тройка у нас одна. 9 и 5. А все. Кроме 4 плюс 2 ничего больше не возьмешь. Понимаешь, мы можем сюда куда-то поставить 4, сюда 2, а вот сюда будет уже непонятно, что ставить. Морально. Я не имел права сюда ставить едини. Потому что если бы было побольше способов рядом с девяткой написать, то, может быть, и можно было бы. Но 9 плюс 1 плюс 5 и 9 плюс 4 плюс 2. Это способ сделать 15. А других нет. А нужно 3 способа. Значит, нельзя сюда ставить единицу. Ну хорошо, значит, единицу ставим сюда. Смотрите, бывают поля угловые и неугловые. Я сейчас проверил, что единицу нельзя ставить на угловое поле. Значит, вот сюда-сюда нельзя ставить единицу. Значит, единицу ставим на 1, поскольку симметрично, то достаточно рассмотреть такой случай. Ну, замечательно. Тогда, конечно, здесь девятка. И вы уже помните, чтобы было 15, где-то здесь должно быть 4, где-то здесь 2. Правильно? Да. Ну, по соображениям симметрии можно считать, что здесь 4, здесь 2. И тогда все автоматически дописывается. Здесь будет тогда 8, здесь будет тогда 6, здесь, понимаете, да, чтобы было 15. Здесь будет 7, и здесь, чтобы было 15, будет 3. Получилась, собственно говоря, та же самая таблица. Во время ее поиска я несколько раз говорил, что вот из соображения симметрии можно считать там так-то. То есть, на самом деле, конечно, таблиц больше. То есть, можно вращать, можно переворачивать, но не более того. С точностью до симметрии квадрата магический квадрат единственный.